Эпиграф Дил бизе, саби, дил бизе, аманметинник вер сенен адына, сенен аджианнын ичин, сенен доурулун ичин. Салма 113.9 Спасибо за колема 19 passatом сен. Испания 11 лет 2020. Муче – «Быять считается вны, не случайowitz, а nggak певцовый народ для них стали популярной полки. У них есть автономия, у них есть дили, и у них есть анадилий уртусы. У них есть анадилий уртусы. У них есть анадилий уртусы. Сааби, который нам приглашает дили. Все разные и дали. У них есть анадилий уртусы. Это широкий анадилий. Это же стихотворение «Праздник родного языка». Есть и русский текст «Вольный, свободный перевод» из гагаузского. Было много на земле великих, больших народов, а гагаузы – маленький народ. Язык сохранился, и слава Богу, мы имеем автономию и имеем, как у всех народов, праздник родного языка. Все это время так и называется «Праздник родного языка». Вольный перевод из гагаузского. Повелел Господь, и вот свой язык обрел народ, сохранил из года в год, с древних лет, от всех невгод. Праздник наш, родной язык, этот день красив, велик. Гагауз вперед идет, славит Бога, гимн поет. Пусть Господь нас всех хранит, и язык всегда звучит. Радость, мир у нас в словах, свет и честь во всех делах. Следующее стихотворение посвящено городу Камрад. И иллюстрации, если иллюстрации, метафорические иллюстрации для стихотворения гагаузский язык, это была «Весна». Весна, потому что весна, возрождение языка, весна очень символизирует возрождение нашего языка. И поэтому иллюстрация метафорически дополняет это стихотворение «Праздник родного языка». Следующее будет называться стихотворение «Беним комрадым» «Мой комрад». Символом является черная лошадь. Существует легенда об этом, что однажды на скачках, это было несколько сот лет назад, выбирали лошадь. И на скачках лошадь победила, это значит была самая лучшая лошадь. Она была черной масти, и поэтому слово «Комурад», как тогда называлось, это черная лошадь. «Комур» — это «Кюмир», это «Уголь», «Ад» — это лошадь из древних юрского. И, ну, впоследствии язык стремится к экономии, и впоследствии стало коротко назваться «Комрад». Кстати, это стихотворение, оно было выставлено в конкурс 2014 году, посвященное городу Комраду, и заняло первое место на этом корпусе среди стихотворений, среди 15 поэтов. И я получил диплом в премарии, вручил мне премар Николай Хазан и денежную премию. Ну, послушайте, на гагаузском языке и потом, значит, на русском языке. «Комрад» — это «Комрад». «Ад» — «Адландым сэн, комрад». «Арада» — «Вақытлар» — «Тез гечит» — «Учтулар». «Црпларин» — «Юстёрлин» — «Юст solar» — «Йылпының» — «Бойында» — «Гүнешлин» — «Бу 게임» «Та». «Яшамах» — «Ку Жожақта» — «Алахтан» — «Бу ватан» — «Девелки» — «Замандан» — «Кырланды»» «Кourıları» «Кoll土ай» — « affects» — «Гүзэлли» — burилась» Сен, комрад, гулгели, меркезин дешели, паркларын тертипли, фенерлер, седевли, бюринджук газоннар, шырылды, фантаннар, кызларын гулимся, олларын шен дезер, евлерин башында, ауллар бойында, сар лилака ачер, кокусу хош учер. Сен, комрад, енилен, дос лукта кавелен, седгены пайлаштыр, халклары, берлиштыр, юмирын севинцын, и крамныклан ташцын, сян чалыш сефала, курсун, коаллах. Это же тихотворение, опять же, вольный перевод на русский язык. И эпиграфом к этому тихотворению является Солом 103, 31. Господу слава. Эй, сей, называется мой комрад. О, внимай, кому ад, наречен ты комрад. Пролетели года, не вернуть никогда. Основался давно, Богом здесь суждено, на холмах буджака вдоль долины Алпуга, чтоб сады здесь цвели на ладонях земли, красоту умножать, жить и внуков рожать. Мой тенистый комрад бьет фонтан-водопад, площадь камень одел, парк краса добрых дел. Жемчуга-фонари дарят свет до зари, а улыбки девчат восхищают ребят. Много чудных домов, золотых мастеров, а сирене цветы ароматом чисты. Мой комрад, все расти, расцветай, высмотри, братство, дружбу цени, больше жизни они. Не жалей серебра и живи для добра. Процветай, мой народ, да хранит всех Господь. Субтитры создавал DimaTorzok